авторитетом. Кто? Кто это? Какой народ? Как только говорят слово народ, сразу становится тревожным на душе. Да, 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 ну окей, хорошо, но вот это вот все равно, если как только ты говоришь, вот у нас есть одна пьеса спектакль, которую я поставил, что смута посвящена временам Годунова, Лжедмитрия, и там есть такой монолог, монолог Годунова перед смертью. И он говорит, ему и вам грозно, говорит, человек только там, где он один. В толпе нет человека, в толпе кишащий червь не человек. И вот этот вопрос, да, в самосознании, чтобы ты не превращался в безмозглую толпу, потому что, ну опять, толпа, ну опять, легко манипулируемая. Если нет личности, нет персоны, то тогда это утрас. Толпа, демократия в таком виде, особенно в необразовомном обществе, она ужасна. Она, ну, и на самом деле Европа сталкивается с этой проблемой, когда приходят к власти абсолютно, ну, просто популистские люди, говорят, что, ну, обозначают врага. Окей, вот это враг, неважно, мигранты, цыгане. Мы соединяем, появляется враг, мы вместе, ну, на этом работал Гитлер, на этом работал Сталин. То есть это не ново, и это, просто сейчас еще более, там, изысканно манипулирует. Поэтому народ, вещь тревожная. Еще есть версии, как оценивать? Да. Результат. Какие последствия? Какие последствия? Для кого последствия? Для нас это лучше. У пареньки очень сложно. Понимаете, опять, я, почему я привожу, понимаете, вот люди, ну, там, девушки приходят на того же вида. Они, на самом деле, получают, ну, катарсис. И что вы смеетесь? Это же нормальное чувство. То есть, ну, я не унижаю, я просто привожу как пример, да, и они выходят счастливы. И они считают, что они стали лучше. Вы же не можете им подойти и сказать, ну, слушай, подруга, ты стала хуже. Или ты вообще как-то не то слушай. Нет, не работает. А может, вы сияете рациональный сберегу, чтобы еще один или пять лет? Да, рациональный. Кто оценщик? Брежь не потеряю, на оценки не подлежу. Не, не, понимаете, можно не дождаться. Да, девушка, говорите. Приглашают за границу, например, если за границу, он не ходит за границу. За границу это хорошо, да? Но это же в сюжетах, да? Нет, это да. Для того, что творчество не только в Украине ценится. Ага, это понимает, да. Имиджевые истории, я понимаю, да. То есть, если я приглашаю... Понимаете, тоже есть понятие, ну, как бы, то, что признано за границей, возможно, это, ну, как бы, имиджевые проекты в Украине. Действительно, это может быть. Но есть еще понятие внутреннего потребления, которое тоже очень важно, да? И вот опять вопрос. Ну, потому что вот реально этот вопрос стоит перед тем же министром. Мы можем говорить там, что то, все, пятое, десятое. Но вопрос, вот есть, ну, какой-то плюшка в виде бюджета, в виде зданий, в виде всего этого. Кому эту плюшку дать? Я думаю, ну, мое предложение, потому что старая система, она, понятно, что не хочет меняться. Потому что, ну, зачем ей меняться? Как сказал Резникович на вчерашней встрече, он сказал так, ну, знаете, Резникович, это директор театра «Лоси Украинки». Он говорит, говорит, не навреди. Ну, потому что он сидит такой на своей империи, в своем этом театре уже, как Кощей Бессмертный. Ну, понятно, что его оттуда вынесут вперед ногами. Ему не хочется, вот он считает, что вот он носитель истинного. Искренне считает. Ну, искренне считает, что он носитель истинного. Его никто не может оценить, потому что залы полные, все зашибись. Плащик вставит. Все, все как бы хорошо. Но почему и? Почему, например, условно не Гогольфест? Или там, не Даху, который там... Почему? Это сложно. Не, правда, сложно. Я просто вам делюсь этим, чтобы вы размышляя ответы, на самом деле, очень... Или тут вопрос авторитарный. То есть я говорю, будет так. Но сразу появятся стаи обиженных, которые скажут, ну, а что так? Да. Можно вопрос? Да. Например, наша проблема, она прямо такая же, как у многих стран. Как это делать, например, во Франции? Во Франции. Там они... Тоже была очень смешная история. Буквально, вот когда мы там работали в этом шатле, я разговаривал с одним, ну, артистом, режиссером. Ну, более-менее успешно, все нормально, во Франции. Увидит всю жизнь. Мне очень не нравится наша система. Потому что там вообще нет театров с трупами. Ну, с трупами, актеров. Там с трупами, по-моему, пять театров на всю страну. В отличие от Украины, где их там не мерят. Там актеры должны каким-то образом делать спектакль вместе с режиссерами. Как-то находить деньги. А потом приходят, приезжают на рынок, в Авеньон, и продают свои спектакли. Есть там система национальных сцен по всей Франции. В каждом городке есть национальная сцена без трупы, которая должна заполнить, сделать развлечения для своих жителей. И они приезжают в Авеньон, и как на рынке выходят, выбирают товары. И составляют таким образом календарь на следующий год. Вот так работает система. Ты, если ты актер, музыкант, вообще любая такая сволочь. И, если ты отработал с оплатой налогов какое-то количество часов, в следующем году тебе государство из своего фонда платит примерно 1000 евро в месяц. И ты можешь ничего не делать. Но, правда, через год ты уже перестанешь получать деньги. Или ты должен делать, и тогда у тебя получается 1000 и плюс это. Чтобы вы понимали, актер, хороший актер во Франции за выход получает где-то 150 евро. Ну, за выход. 10 выходов, то есть это 1500 евро. Это до налога. Это, на самом деле, очень немного. Ну, жить, например, в Париже, это, ну, такое, бедненько. Более того, у тебя нет гарантии, что в следующем месяце ты получишь эти деньги. И это, на самом деле, очень жестко. То есть они, я вижу, как работают французские актеры. Наши актеры просто, все пупсики, зачищенные, как это. Особенно в национальных театрах, они получают, по факту, больше, чем люди в Париже. Несправедливо. Просто они себе, они такие вот упыли сидят. Есть еще там. Союз композиторов, Союз художников, вообще-то хрен знает, что это такое. На самом деле, хрен знает, что такое. Это остатки отрыжки Советского Союза, которые не выполняют свои функции, там сидят функционеры. И это вся вот эта кодла этих людей. Они говорят, мы культура. Мы носители духовности. Не трогайте нас. Вы посекаете на святое. Но для того, чтобы запустить живой процесс, который вот на самом деле энергии, пассионали, много здесь, в Украине, в каждом городе, создаются вот эти вот все эти тех центры для независимого сектора. И тогда они будут прорастать. Им будет небольшое. У них КПД на вложенную экономику будет в сто раз больше, чем в госстарой структуре. И после того, когда они накопят свой, как это, мязо, мышцы, сформируют эту структуру, дальше уже можно, потому что если сейчас, ну, выйти на такую, на поле, сказать, ну, вы плохие. Все сказать, а что вы плохие? А эти вообще никакие. Понимаете, да? А когда они накопят свой потенциал, у них будет куча гастролей, у них будет куча коллаборационных проектов, будет все-все-все. Даже сказать, смотри, ребята, вот там они стоят 5 копеек, а вы стоите 100 гривен. Наверное, вы какие-то хреновенькие. Давайте будем пересматривать модель. И дальше можно предлагать, показывать, как это должно. Ну, или вы трансформируетесь. Или, сори. Ну, вот такая модель, которая, да. Если вы просто, чтобы все строить, нужно до конжения. Что, что? Подложить. Потребен капитал. Что не приведется заработка между государственными, да, культурными законами и тем, кто будет створено. И что уже не будет сам тексту между тем, что мы такие молодые, а мы родители. Нет, смотрите, для того, чтобы опять, надо рассматривать, потому что есть общее понимание. Ну, с этим все соглашаются. Что ни в одном городе страны, ни в одном, еще раз подчеркиваю, нет пространства, которое ассоциируется с современной Украиной. Ни в одном городе. Есть кто там? Или есть такие пространства? Ну, да. Понимаете, нет такого пространства, публичного пространства, куда ты можешь прийти со своими детьми. Ты можешь прийти сам, тебе не стыдно, тебе как-то комфортно. То, что формирует твою застойность. То, что привязывает тебя к твоему... А? Пинчук. Пинчук арт-центр. Смотрите. Во-первых, вот чем... То есть Пинчук вообще сделал очень крутую вещь в свое время. Он ввел понятие в Украину само современное визуальное искусство. Ну, благодаря кураторам. То есть он запустил эту историю. Ну, это только презентация. То есть ты можешь посмотреть... Ну, картины, да. Это не место, где ты приходишь каждый день, да, где ты... Ну, это место именно коммуникации, силы и так далее. Это все-таки такое, ну, да, лакшери, прилизанная история. Там нет места для детей, там нет места для музыки, там нет места для... То есть этого не всего нет. И там нет места для творчества. Там только показывать. Понимаете, да, разницу? Нет? Да. Нет, с основан. Ну, то есть у тебя это... Ну, это да, вот есть. Это нужно. Я не говорю, что это не нужно, это прекрасно. Но именно место, которое, вот, тоже спелено-то, да, общественное место, в котором ты понимаешь, что приходят люди твоей крови. Ну, вот как мы здесь пришли, вот вы понимаете, вот сейчас, в Венеции, вот эти два дня, пространство, где ты приходишь, ты понимаешь, что, в принципе, все люди какие-то, ну, для вас, ну, более-менее одной крови. Да. Есть это ощущение. А те, представьте себе, что это такое пространство, есть система в каждом городе. Это ж вы его создаете. Но для него нужно физическое место. Куда прийти? Чтобы там были приличные туалеты. Ну, к сожалению, мы это не можем позволить, но... Ну, там это будет, да, это можно сделать, да. А музей Гончарова кейли? Тоже хороший пример. Конечно, Петро Гончар делает очень крутую вещь, но это опять, это микроскопическая и очень нишевая история. Ну, она нишевая, понимаете, да. То есть, ну, ты можешь туда прийти, но, во-первых, это очень узко заточено на фолькларистику и это, да. Например, современные те, если те интересуют театр или что-то другое, нет. Более того, там были в этом музее Гончара группа «Дай Боже», которая руководит пани Оля, мама Солони Мелли, которая в Дагдотерс. Ее просто оттуда вывнали, и она сейчас, эта группа «Дай Боже», то есть обучение детей фольклору, происходит в микроскопическом дате. Поэтому все не так просто. Еще раз, публичных мест в Киеве нет. Во Львове сейчас начинается, там будет лэмстейшн, делает АФС на свою новую площадку. Это будет работать. Да. Нет, опять-таки, вот, например, в том же Мариуполе мы занимаемся реконструкцией бывшего ДК. То есть ДК было молодежным, ну, понятно, совсем, ну, совсем ужасом таком. Таким агрессивным совком, когда, там, вот, например, детские, детские хореографические, ну, занимаются детки, да, и они переливаются в коридоре. А туалеты такие, что просто там сшибают. Ну, ты не понимаешь, что нельзя, ну, я не хочу, даже прекрасно, но пространство неуважительное к тебе по определению. Ну, вчера мы были в этой музычной этапе, но я вижу, что просто люди не уважают себя, которые там находятся, они не уважают людей, которые туда приходят. Ну, почему? Почему? Потому что они повесили, сука, такие шторы. Ну, блин, рак глаза, ну, как ты можешь? Ну, блин. Ну, блин, Nic. Продолжение следует...